Перемирие в Сирии, до которого остается менее 72 часов, под вопросом в Вашингтоне сомневаются в том, что Россия выполнит взятые на себя обязательства и уже готовит план Б на случай провала соглашения. Что это за план, выяснял Валерий Кипелов. Временное прекращение огня в Сирии не принесет одинаковой пользы всем конфликтующим сторонам. Сомнения в правильности плана перемирия, достигнутого США и Россией, высказывает президент Турции. По мнению Эрдогана, такой поворот событий существенно усилит позиции Башара Асада, но не вооруженной оппозиции. Мы поддерживаем прекращение огня, которое поможет нашим сирийским братьям. Но мы обеспокоены тем фактом, что благодаря этому перемирию режим Асада, ответственный за убийство более миллиона человек, а также поддерживающие Асада силы, получат ощутимую, открытую поддержку. В то время как голоса в пользу оппозиции звучат сейчас очень неуверенно. В Москве негодуют. Ставить под сомнение американо-российскую инициативу о режиме прекращения огня в Сирии значит быть сторонником убийств и разрушений. Своим мнением глава российского МИДа поделился с бывшим американским сенатором, сопредседателем и исполнительным директором фонда инициатива по снижению ядерной угрозы Сэмом Наном. В тот же день, когда президент России и Соединенных Штатов одобрили совместную инициативу о прекращении боевых действий в Сирии, стали раздаваться голоса в том числе и из столиц союзников США, да и из самого Вашингтона, которые стали подождать сомнения в жизнеспособности этой договоренности. Хотим сказать, что в этих голосах звучит стремление и призывы к войне, а не к миру. Вероятность провала соглашения о перемирии звучит из уст высокопоставленных американских чиновников. Джон Керри, наслушанный в Комитете по иностранным делам Сената США, заявил, если прекращение огня в Сирии будет сорвано, а переходное правительство не появится в ближайшие месяцы, то не исключен переход к альтернативному сценарию развития ближневосточных событий. Спустя месяц, либо два, мы увидим, насколько действенен такой переходный процесс. Ассаду потребуется принять множество решений о формировании настоящего переходного правительства. В ином случае, мы переходим к рассмотрению плана Б. Возможно, уже будет поздно сохранить единую Сирию, если мы будем ждать и дальше. Что за план Б, глава Госдепартамента США пока уточнять не стал, однако в СМИ уверяют, речь идет об изменении существующих границ Сирии. О том, что раздел Арабской Республики вполне реальная перспектива, говорили еще с момента начала гражданской войны в стране. Звучали предложения поделить страну на три части — южную, центральную и северную, которые станут субъектами федеративной Сирии. По мнению экспертов, Сирийская Федерация может стать самым приемлемым разрешением кризиса, который длится уже почти пять лет.